Здравствуйте, уважаемые земляки! Представляю вам следующего гостя. Это кандидат депутата Народного Хорала Максим Александрович Сорокин. Сразу оговорюсь, Максим Александрович у нас не так называемый одномандатник, а кандидат по списку партии. Это территория номер 6. Итак, Максим Александрович Сорокин, 1982 года рождения, родился в городе Листа, имеет высшее образование, Московская Академия, экономика и право квалификации, экономист, также получал обозвание Московской Финансо-Промышленной Академии по специальности оценки стоимости предприятия, Малкоградский Технический Университет по специальности судебно-оценочной экспертизы, также Московский Государственный Строительный Университет по специальности судебно-оценочной экспертизы. Служил в армии, в настоящее время является судебно-оценочным экспертом, оценщиком, членом Российского Общества Оценщиков, член Союза Финансо-Экономических Судебных экспертов. Трудовая деятельность. С 2004 года консультативно-информационный центр при Министерстве сельского хозяйства. Также работал в Министерстве имущества Республики Калмыки. В настоящее время гениальный директор ООО экспертный центр, оценщик, судебно-строительный эксперт. Итак, Сорокин Максим Александрович у нас в гостях. Максим, приветствую. Здравствуйте, дорогие земляки. Забегая вперед, я скажу то, что Максиму мы знакомы уже длительное время. Ну, не скажу, что там приятельствуем, дружим, но Максим у нас является экспертом-оценщиком, и я в силу своей юридической деятельности неоднократно к нему обращался, и надо отдать должное, всегда за заключение эксперта проходили, вот твоя оценка, и там ни одна сторона оппонирующая, не суд, не оставляли в силе, и я взыскивал те суммы, где я не засел, срез в пользу своих. Да, видите, спасибо тебе. Ну, знаю, что Максим Сорокин эксперт хороший. Максим, я специально тебя пригласил, поскольку ты, я вижу, как ты активно ведешь свою деятельность, это первое. Ты хорошо провел праймерис, у тебя хорошие результаты, и третье, ты являешься нынешним депутатом Леснинского городского собрания, а поскольку у нас сейчас проблемы в городе, а все депутаты Леснинского городского собрания уже прошли, у нас как и Геляна Аюшева, Чимит Жангаев, так и Олег Пербеев, еще кто был у нас из ИГСникова, Андрей Маоциков, то есть вопросы, на актуальные вопросы тебе придется отвечать. Ну, первый вопрос, ты смотришь проект наш? Да, несколько выпусков смотрел, для меня очень интересно, новый формат, спасибо за приглашение, как позвонил, сразу согласился, мы, как ты говоришь, мы уже давно знаем друг друга, помогаем людям в судах различных инстанций, ну, и я человек открытый. Почему решил принять мое приглашение для детей? Ну, мы давно друг друга знаем, надо как-то находить решение, и есть о чем поговорить, я думаю. что пришел еще раз. Максим, ты действующий депутат городского собрания, но ты не изначально, не с 19-го года. Нет, я стал депутатом 25-го июня 21-го года. Это в связи с прекращением полномочий? Да, там один депутат вышел, а я шел по списку на предыдущих выборах, и, соответственно, по очередности зашел я. Ну, опять же, слежу за твоими соцсетями, смотрю, как ты стал депутатом, и ты очень активен, и это радует. По крайней мере, таким депутат должен быть, ну, по крайней мере, в моем понимании. я в своих интервью прошу людей самих рассказывать о себе. Может быть, это нескромно, но мне хочется, чтобы наши подписчики слышали, видели это, и слышали с первых уст. И вот, кто такой Максим Сорокин? Откуда? Где родился? Крестился? Чем? Я понял. Ну, Максим Сорокин, это, в первую очередь, наверное, сын своих родителей. Мой отец Сорокин Александр Иванович закончил КГУ, работал в научном институте сельского хозяйства. Он является разработчиком зерновых культур Хасыр, Алтана и так далее. То есть, результаты его труда, хлеб, мы у нас каждый день на столе. А это, который с Гольдвардом? Да, 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 совершенно верно. Мама всю жизнь проработала в торговле, сейчас пенсионер, растит внуков. У меня трое детей. Я листинец, но родовое гнездо в моем село Кигульта Кичинеровского района. Место силы. Опять идите Кичинеровцы. Закончил 17-ю школу. Помнишь, дайте, дайте, первую удачу, пусть себя поверит человек, Дарит Никитич Кугультинова. Занимался футболом Уралана 82, после этого закончил Московскую академию экономик и права, отслужил в армии военно-воздушных силах Российской Федерации, пришел, получил дополнительное образование Московский государственный строительный университет и Волгоградский технический университет. После этого работал в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве имущества Республики Калмыкия. Как бы опыт есть, понимаю вообще вот эти вот вопросы, которые у нас возникают. Сейчас я являюсь генеральным директором, как ты сказал, ООО «Экспертный центр», где представляем интересы наших граждан, судак, различные инстанции. Этот центр я создал сам с нуля. Офис там же центра, да? Да, офис в центре, работа. Так, еще вот такой вопрос. В 19-м году ты шел в депутаты ЭГС по списку. Ты тогда рассчитывал на что-нибудь? Стать депутатом или нет? Честно говоря, прям задач таких не было, стать там депутатом. Было желание помочь людям. Я как бы уже перерос, уже человек самодостаточный. Уже создал определенную организацию и захотелось быть полезным людям. Помогать, поэтому и пошел. Потом не стал депутатом и через некоторое время стал. Через два года, да, после выборов ты стал. Да, через два года после выборов я шел третьим по списку. А, ты шел третьим по списку? Да, в пятерке было ну, соответственно, кандидаты в течение там ну, в рабочем процессе некоторые наши кандидаты уходят, когда занимают посты, которые не могут. Ты был третий по очереди? А, все, теперь понятно. Почему именно Единая Россия? Ну, Единая Россия ну, авторитетная партия. Партия, которая обладает определенными ресурсами, как человеческими, так и финансовыми. Партия, которая не боится брать на себя ответственность за определенные решения. Ну, и партия, которую создал наш президент Владимир Владимирович Путин. Ну, и административный ресурс самый главный. Ну, без него никак. Сейчас ты кандидат депутата Народного Урала, но сразу я позернул, Максим у нас не одномандатник, так называемый, а кандидат по списку. Но по территории номер 6, там уже, где идет Олег Турбеев, который был у нас на интервью выясним, я так понял, в паре, в паре постоянно. Да, Олег, даже ищет одномандатник, я не по списку пошел. Я вижу твои активные сети, как встречают люди? Вот я увидел твой пост, ты пишешь, самая лучшая обратная связь, это когда при встрече с избирательными, вот как встречают люди? Бьют палками, водой обливают, выгоняют или наоборот распростертыми объятиями? Ну, по-разному, по-разному люди встречают, проблем много, сам понимаешь, накопилось. Ну, давай начнем с того, что кто такой депутат, да, вот когда я, идя на выборы Валестинское городское собрание, мне моя бабушка, которая вот в селе Кикульта жила, она мне сказала, ты понимаешь меру ответственности, которую ты на себя берешь? Депутат — это слуга народа. То есть она узнала, что ты ее делаешь? Я обязательно с ней советовался, это самый авторитетный человек в моей жизни был, к сожалению, ее с нами уже нет. И вот она сказала, это слуга народа. Я полностью поддерживаю это мнение. Далее тогда, если мы пойдем, что такое выборы? Что такое выборы? Да, выборы — это собеседование как раз с народом. Именно поэтому мы ходим по дворам, именно поэтому мы делаем это собеседование. Встречаемся с людьми во дворах, разные реакции бывают. Но самое главное, что мы приходим. Людям это важно. Когда мы начинаем задавать вопрос, кто сейчас депутат Народного Урала, назовите пять человек, не каждый назовет, честно. И вот встречаясь с людьми на местах, во дворах, мы уже выявили ряд определенных проблем, 4-5 проблем, которые касаются каждого жителя нашего шестого округа. Первое — это отсутствие детских площадок. Ну вообще практически ни одна площадка не соответствует современным нормам и правилам, строительным и так далее. У нас сейчас 115 дворов и необходимо провести огромную работу. Наверное, нужна комплексная программа разработки по строительству детских площадок. Если хоть один кандидат скажет, что он поставит в каждый двор 115 площадок, он соврет. здесь нужно комплексно подходить и решать между пятью домами, между четырьмя домами. Общую площадку. Сейчас существует такая программа инициативного бюджетирования, где жители подают заявку, и мы уже понимаем потребность наших жителей при формировании уже бюджетов. Второй вопрос — непосильная оплата за отопление. Зимний период с от трех-двухкомнатной квартиры доходит до 6-7 тысяч рублей. То есть, высокий тариф. Высокий тариф. Нам до сих пор самим непонятно, как он формируется, поэтому в ближайшее время я считаю, нужно прям разобраться, чтобы нам расписали вообще сетку, как это все считается. Потому что некоторый дом ставит счетчик, у него падает в разы, через какое-то время они опять начинают платить 6-7 тысяч. Следующий вопрос — транспорт. Один из таких наболевших вопросов... Это маршрутки, да? Маршрутки, автобусы, которые тоже необходимо решить. Людям просто непонятно интервал движения, когда она придет, сколько их на маршруте, до скольки она работает и так далее. Ну и один из таких наболевших вопросов — это жители первых и пятых этажей. Подвалы и чердаки. Вот именно с решением вот этих проблем мы и будем заходить в Народный хурал и будем решать именно вот эту народную программу. Ты мне сказал про проблемы с ЖКХ? Ну, это вот как раз там в большей части есть проблемы с ЖКХ. Работа управляющих компаний. Это отдельным пунктом у нас идет. Но мы сейчас с ними провели собрание, так сказать, обратили внимание. Мы выехали, каждый дом начали просматривать, сфотографировали, представили каждой управляющей компании. Когда-то у нас в городе было четыре управляющих компаний. Город был чище. Надо это признать. Сейчас их 16-19, толку стало меньше. Потому что один дома служит одна управляющая компания, рядом стоит другая управляющая компания, и они не могут поделить границы. Вот я до середины докосил, дальше я не буду косить. Такого быть не должно. Будем здесь также разбираться. Будучи депутатом ИГС, ты вот до настоящего времени депутат, ты делал такие дворовые обходы? Я был депутатом по второму округу. У нас была так называемая одноэтажная листа. Это южная часть. Нет, вот сейчас ты депутат, например, с 21-го года, 25-го июня, ты сказал. Я понял вопрос, но по своему округу, конечно, делали, конечно, объезжали, смотрели, где нужно крошки посыпать, где дерево спилить. Обязательно такие. А то вот я говорю постоянно депутатам, кандидатам депутаты, мне кажется, наш народ не глупый. Конечно. Некоторые есть кандидаты, которые зарегистрировали свои соцсети, когда прошло движение по партии и пошли по дворам. Естественно, у людей вопрос, где вы раньше были. Я ничего не говорю, ни на что не намекаю, все понимают, но мне кажется, люди на наши не так глупые. Вот так вот. Охота тебе сказать, перестаньте обманывать население, не буду говорить. Я понял твой вопрос, в соцсети я веду достаточно. Нет, тебе я сказал, ты активен, но ходил ли ты раньше, как ходишь сейчас? В этом проблема. С того момента. И будешь дальше ходить, как ходишь сейчас? Обязательно. Потому что округ твой. Это и есть работа депутата, конечно. Как ты относишься к изменению избирательной системы, а именно появлению одномандатных другов? Очень положительно отношусь, иначе как еще объяснить? Допустим, предыдущий депутат народного курала вот ему скажет, за какую часть что вы отвечали? Простой такой размазанный ответ за всю республику, без конкретики. Он и меня лично, как раньше я еще не был ни кандидатом, он меня тоже не устроил. Мне нужен депутат, который конкретно скажет, вот здесь построена дорога, здесь сделали воду, здесь сделали то-то, то-то. То есть депутат должен отчитаться в конце каждого года, я даже считаю, что не в конце каждого года, я бы сделал каждого квартала хотя бы. за, я бы приходил, это он же был одним из инициативов законодательных инициативов, я сказал, что я вношу законодательную инициативу ежеквартально, он сказал, посмотрим. Там же есть бюджетный процесс, просто нужно внести определенные статьи, там примерно год как раз требуется, чтобы что-то такое сделать. А ты знаешь, что статья вот есть в нынешнем действующем законе о статусе депутата народного хуала, есть статья о том, что депутат отчитывается перед избирателями. Регулярно отчитывается. Да, там не написано. здесь просто как разница. Вот я читался. Я, можно зайти в мои соцсети 29 декабря 2022 года, я полностью отчитался о своей проделанной работе. Каждый из жителей может зайти и посмотреть, что сделано по нашему округу. Тебе же ведь не нужен был специальный закон, чтобы утвердить форму отчет, время, чему-то. Для меня было это важно, я сделал отчет депутата. Для меня то есть сейчас ты доказываешь то, что это не обязательно форма какая-то должна быть и сроки, правильно? Надо просто отчитываться. если это будет закреплено документально, я думаю, это не будет мешать. Максим, я просто хочу объяснить то, что неужели нашим депутатам, которых мы будем избирать, нужно черным по белому написать, вот вам, ребята, бумажка и заполняйте ее так, что вы сделали и заполняйте ее раз в полгода. Понимаешь? Ты же отчитался без этой бумажки. За всех не могу говорить. Я считаю, что депутат должен отчитаться в своей работе. Однозначно. И чем чаще, тем лучше. Вот это правильно. Ответ принят. Что удалось... Вот тогда добавлю, что это даст именно это обязательство отчитываться раз в год. Понимаешь, это как цепочка начнет работать. Депутат начнет требовать у министров. Министры начнут требовать у своих подчиненных. Потому что депутат начнет говорить. Раньше министр мог сказать, а у тебя это не обязательно раз в год отчитаться. Здесь ответственность получается всех. От низов до верхов депутат в итоге скажет, вот мы выходили законодательными инициативами, давали поручения, что вы сделали? И получается мы можем требовать уже с низов вот так пойти, пойти, пойти. И такая коллективная ответственность. С этой стороны если так понимать, то здесь я согласен в своей позиции. Вот именно с этой стороны когда если мне нужно отчитаться ко мне обратились я должен и пошел министру на начальнику к кому-то выбивать это все лоббировать до грубо говоря с этой стороны да. То есть это какой-то определенный ну чтобы оценку получить вот так завязать взаимодействие здесь я согласен с этой позиции да ты депутат Алисинское горсобрание что за 21 до 20 за два года да два года удалось сделать так ну во-первых очень правильный и нужный вопрос который нужно задавать каждому кто к вам приходит конечно во-первых хочу поблагодарить главу республики Калмыкия правительство республики Калмыкия администрацию города и листа за взаимодействие которое у нас удалось потихонечку организовать ну из таких да самых основных это поселок Аршань 30 лет поселке Аршань не было воды в течение 21 22 года в два этапа мы проложили основные улицы и Аршань теперь у нас с водой Олег даже мы по одному округу идем поэтому я буду может быть где-то совпадать у нас из других таких крупных проектов строительство дороги по улице Шапшуковой полностью асфальтированная дорога с нуля сделана не ремонт дороги строительство дороги было произведено стратуарами с освещением и так далее в данный момент мы сейчас сидим сейчас реализуется проект по улице Манцинкец точно так же будет строительство дороги более того там уже провели водопроводные сети как раз вот я об этом сейчас хочу сказать на что мы акцентировали внимание до дороги по улицам должны быть проложены все коммуникации из-за этого и отложили да нужно прекратить практику сделать дорогу потом после дороги асфальт такого не будет там проведена канализация газопровод и вода единственное каюсь что мы там не успели доделать с электроосвещением хорошо а кто делал смету кто предложил Шапшукова и Манцинкец Шапшукова изначально кто это предлагал Шапшукова и Манцинкец это предлагали депутаты и там другой вопрос как это проходило каждый депутат затаскивает на свой округ грубо говоря и мы начинаем у нас что из как камень в оговорот чего-то депутаты сейчас кидали нет здесь уж так получилось от нашего округа в Алисинском городском собрании три депутата Пербеев Олег Сорокин Максим и Чердутов И при выборе территории у нас на две руки больше когда мы начинаем выбирать и просить разработать документацию более того у нас проведены ремонты дорог физкультурная Островского Гоголя Чернышевского сейчас только что закончили Радонежского кстати жители вышли попросили Радонежского 300 метров там в ужасном состоянии был водопровод спасибо Шафрану Григорьевичу пошел навстречу выделили средства и вот сейчас в ближайшие дни начнется замена 300 метров водопровода так что улица будет красивая такая симпатичная ну я не говорю про улицы по южному району которые мы крошкой засыпали это тоже при взаимодействии с администрацией города практически южный район весь нуждается в дороге хорошо как понять ты депутат я сделал мы сделали дорогу сделали канализацию как дел объясню как это происходит прошел взял сел на трактор как здесь сделал дорогу или зачем мы я почему люди не понимают как понять они сделать лет назад и дьяволистинское городское собрание мы ножками прошли по всему по всему своему округу в каждом дворе встречались увидели потребность людей вот то же самое что мы сейчас делаем по восьмому округу мы это делали пять лет назад были наказы такие-то улицы мы своими глазами видели да они нуждаются выходили с предложением на администрацию администрация на правительство и я говорю здесь вопрос взаимодействия и вот таким путем нам удалось добиться сейчас кстати заканчивается 1 сентября то есть это может лоббирование такое закон конечно мы представляем интересы 12 тысяч жителей нашего округа я тоже хочу похвастаться мы тоже поучаствовали в том чтобы на Шапшакову был асфальт мы тоже освещали это мы встречались с людьми когда помнишь одно время убрали их из списка ПКАД и потом мы немножко пошумели и обратно их вернули на бюджете 22 года я министр финансов поднимал этот вопрос прямо на прослушивание на слушание вот видишь оказывается мы в одном направлении работаем да и когда кстати я не забираю на себя полностью вот эти регалии чисто наш округ голосовали и представители других партий за эти улицы мы как бы предлагаем кто за кто против и конечно друг друга поддержим мы переходим к наболевшему сейчас ты так очень искренне поблагодарил руководство как республики таки администрации последние события в городе у нас не дают основания до этого делать особенно администрации но том числе мне кажется и вас депутатов как вот два года депутат эгэс когда-нибудь поднимались ли вопросы о проблеме в коммунальных сетях уже вот именно с водой водопроводом я знаю у вас есть представители вали канала по плачу бушам тоже делали вот это гс по поднимал ли он может быть эти вопрос и доклад но он серд честно да вот от души хочу сказать здесь вина всех и администрации города и депутатского корпуса но защиту хочу сказать я два года депутат у нас ни разу не было доклада о состоянии водопроводных сетей да мы видели да там прорвало там прорвало но у нас есть депутат который является заместителем директора водоканала ни разу ни на комиссиях нигде он не сказал что состояние критическое и нужно что-то делать поэтому ответственность не из депутатов себя я не снимаю мы должны были это увидеть сейчас работа ведется эту проблему озвучили уже на федеральном уровне то что помощь будет оказана поэтому работаем сам когда вот город столкнулся такой ситуации население кричит ты видишь что пишут что сам по этому поводу думаешь я думаю немножко нужно было организовать работу чуть-чуть по-другому ну и для меня непонятно как в один день закончилась вода вот вот не хватало именно разъяснительной работы вот для меня по плану объяснили бы разъяснили люди бы хотя бы знали что происходит и когда я сам живу на втором округе и сам сидел неделю без воды я прекрасно понимаю спасибо коллегам депутатам которые ну не только депутатам там и общественники подключились молодцы организовали воду подвоз воды и как бы решилась понемножку проблема но проблему решим только тогда когда мы начнем делать комплексно весь город и не так отключать там трубу а параллельно вести что ты имеешь в виду ну разработать проектно-сметную документацию и уже по районам города прям менять сети которую как мы сейчас начинаем понимать что у них износ 80% менять на пластик надо все то есть поговорка было бы счастье да несчастье помогло правильно выводы надо сделать осветить конечно проблема есть ее надо решить полностью то же самое согласен с тобой давай поговорим о вот республиканская проблема была у нас та же вот про публичный слушание ты напомнил я на них был я там задавал вопрос председателю правительства по поводу повышения ставок полемной платьи я задавал вопрос чересчур резко повысили люди страдают очень сильно бьет по карману в разы повысили она ответила что это как будто бы это в рамках закона все все нормально потом решение верховного суда который засилил апелляция в сочи данное постановление признание недействительное ну соответственно уже есть такая информация да 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 уже незаконно но при этом в соцсетях я видел ты комментировал это постановление как бы я не помню точно даже видео было как будто бы ты говорил что правильно что все законно как эксперт я так понял мне кажется это тебя и вытащили да здесь ключевое слово эксперт там не было запротив там была попытка разобраться кого коснется это постановление поэтому когда там начинают перепечатывать и говоришь что я там поддержал не поддержал там был разбор этого постановления кого она коснется коснется ну там что касается многодетных не касается кто купил сукцион не касается ну и так далее поэтому не принимается я ты такой не занимаешь против я такое не говорю ты был не занят то есть ты не поддерживал да ну мало того на самом деле да там буквально там сколько там получилось с 300 до 3000 да где-то там выросло это в разы увеличилось понимаешь в разы нельзя делать в разы 10 раз делать нельзя но согласись если ты готов строить дом если ты берешь в аренду участок что такое 3000 в год заплатить ну это немного но то что пострадали до которых здесь нужно было индивидуально подойти каждому поэтому такая ситуация получилась у меня на интервью был тоже кандидат депутаты по целевым и по троицкому и вот часть эристоси аэс Никитин вот он прям молодец обозначил здесь проблему обратился к руку руководству спецэтэха по проблемам мусора у нас тоже в городе такая есть такая проблема мы ее видим вот видим что делаем проводили встречу с директором спецэтэха сказал усилит работу но здесь здесь ситуация такая там чуть-чуть в законе у них непонятно кто допустим понятно да то что вот площадку должно задержать спецэтэха должны вывозить палки но ветки получается они нигде не обозначены с этими ветками начинаются проблемы плюс люди строительные по закону ты должен нанять машину и увезти ее на свалку получается что мы видим картину я хочу чуть-чуть стать защитой спецэтэха я не говорю что они прям идеально везде работают при нас все забирается на следующий день мы выходим опять лежит строительный мусор поэтому здесь нужно и спецэтэха усилить работу да бдительность там патрули там не знаю именно мы сейчас и будем по округам у нас есть прямой телефон мы видим и нам может домком позвонить самое главное это вот законодательство это чей нормативный правил так федеральный регион или городской федеральный а федеральный да и поэтому здесь там и там нужно усилить работу есть понимание вплоть до того что работа домкомов напрямую мы даем телефоны свои нам могут позвонить и сказать здесь не справляется и мы видим понимание директора спецэтэха он реагирует ну может быть на следующий день но через день они реагируют то есть коммуникация есть коммуникация есть да вот принцип моей работе мы должны наладить вот эту взаимосвязь между всеми ветвями значит самое главное чтобы не пострадали жители как ты оцениваешь деятельность нынешнее правительство во главе с Гатуши Геичком Хасиковым я этого всем задаю да правильно и причем хороший вопрос смотри республика стала узнаваемой про нас заговорили раньше Калмыкия где-то там возле Волгограда мы говорили сейчас масштабы строительства они впечатляют мы отремонтировали все школы если так посмотреть то масштабы строительства можно сравнить только с СССР мы закончили в этом году школу как для примера в Бурятии нашей братской которая в 6 раз больше нас в этом году ремонтируется только 4 школы мы в этом году закончили скажу дальше у нас сейчас закончили в этом году сколько школ все школы все школы мы закончили начиная со следующего периода мы переходим на детские сады у нас детские сады еще раз где-то свежие во всех школах в которых начался ремонт ремонт уже закончен должны его сдать после 1 сентября какие-то нужно проекты смотреть кто-то какие-то до 1 есть более сложно вот все если поршает видео там разобрали оставили только стены 1 сентября мы заканчиваем все школы следующим этапом у нас идут детские сады вторую даже уже не 2 3 у нас обратили внимание и больше начало развитие спорта батус сергеевич поставил перед нами задачу 30-му году чтобы 70 процентов нашего населения было занято спорте мы сейчас проводим благодаря министр министром спорта с администрация города кучу мероприятий спартаки а да и так далее национальные виды начинают развиваться в волейбол олимпийский и так далее я думаю вот эти 70 процентов людей заняты в спорте а это здоровье нации мы достигнем не до 30-го года уже в ближайшие далее беспрецедентное развитие палмыцкого языка к нам приезжают всякие инструктора проводятся уроки в школах причем я считаю это было необходимо я когда учился в школе у нас обязательно было изучение палмыцкого языка ну я скигульты когда при мне разговаривать я хочу всех подобрить я все понимаю поэтому друзья ну и конечно что что сейчас в первую очередь я бы попросил обратить внимание наше правительство на развитие села рис я уверен республика калмыкия должна вернуть себе статус аграрно-индустриальный у нас все для этого есть как понять вернуть статус чтобы ты имеешь по словам вернуть ну в тяжелый как мы понимаем помним 90-е годы были было поголовье утеряна до земледелия чуть-чуть я просто сын ученого люди жили да я я я я видел каком состоянии наука в каком состоянии сельское хозяйство было сейчас потихоньку поднимаемся но нужно уделить еще больше внимания это я об этом убежден отлично отвечаешь прям я сколько на интервью разговариваю с представителями с кандидатами партия власти но приходит против власти как будто мы в разных городах живем одни говорят так другие говорят так ну это так слову максимуму смотри сегодня вышла новость в мире все нет и нас и опубликовала сведения об объеме структуре госдолга субъекта российской федерации на 1 августа 23 года согласно данным ведомства госдолга уныкин и за месяц увеличился на 500 миллионов рублей и составе 8 и 9 миллиарда рублей то есть 9 миллиарда рублей кроме этого если ты следишь за проектом у нас есть кредитные обязательства порядка трех-четырех миллиардов рублей это является показательной социально-экономической ситуации это я к тому времени кто к тому моменту как-то оценивать деятельность правительства во главе с главой речи многое сделано еще больше предстоит сделать да как одного больше ну работаем но бюджет бюджет города мы заходили было три миллиарда сейчас пять половиной миллиардов если разница вот что нужно сделать давай вот когда кандидат идет на выбор он примерно должен понимать что сделать я думаю так первое нужно разработать блок законов которые улучшат экономическое состояние республики калмыкия что это даст экономическое состояние это даст рабочие места рабочие места дадут пополнение бюджета пополнение бюджета придет приведет к решению социально здесь про структур но здесь это красивые слова вот именно какой закон можно разработать чтобы улучшить финансово-экономической ситуации республики на законом нужно на ранее закона но есть ли да на наработки мысли хотя близки к по этому поводу то так красиво говорить все могут ну смотри вот уже начали в приеду конкретив на начали уже в принципе над этим работать с инсионная привлекательность да инвестор идет туда где ему нравится первое вот там что мы сделали там выдвинули определенные круги лица это уэсэ на один процент да да дальше мы пошли в прошлом году транспортный налог уменьшили что сейчас в планах сейчас мы разрабатываем законопроект уменьшить налог на имущество с полтора на 0 8 процентов то есть мы должны затаскивать инвестиции инвестиции начнут работать и пополнять бюджет ну а по конкретно закону мы уже будем садиться и уже писать понимание есть что нужно делать если поскольку ты смотришь мои интервью ты знаешь что в конце я даю время для того чтобы каждый гость мы не обратился к избирательным подписчикам предлагаю тебе такую возможность дорогие земляки пришло время объединиться показать свою ответственность объединиться ради многонационального народа республики калмыкия вокруг главы республики калмыкия я готов урала